Президенты Кыргызстана и Таджикистана договорились встретиться в Душанбе во второй половине мая. А уже завтра, 1 мая, на территории Баткенской области пройдут переговоры правительственных делегаций сторон по делимитации и демаркации госграницы. Сегодня Цадыр Жапаров и Эмумалий Рахмонов судили меры по разрешению ситуации по телефону. Словом, главы Кыргызстана вопрос будут решать исключительно мирным путем. Взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Таджикистаном будет и впредь поступательно и плодотворно развиваться на основе традиционной и многовековой дружбы и добрососедства между кыргызским и таджикским народами. Между тем, правительство Кыргызстана открыло в Бишкеке штаб помощи для пострадавших во время вооруженного конфликта. Об этом заявили представители Минздрава. По данным ведомства, из зоны конфликта переселили более полутора тысяч человек. Из них более тысячи это дети. Напомню, конфликт начался с установки камер видеонаблюдения в кыргызском Кокташи на водораспределительном пункте Головной. Таджики хотели отслеживать водораздел на границе в сезон сельхозработы. В итоге словесные аргументы перешли в драку, а после подключились военные. Накануне стороны заявили о прекращении огня. Однако сегодня от местных СМИ поступают сообщения о возобновлении перестрелки. Обе страны заявили о сотнях пострадавших. По последним неподтвержденным данным погибли более 20 человек. Ситуацию уже прокомментировали в УДКБ, Евросоюзе и соседних странах Китая и Узбекистане. Президент Касамжумар Тукаев предложил выработать общий механизм для решения пограничных инцидентов Центральной Азии. Уверен, что руководители Кыргызстана и Таджикистана, проявив должную мудрость, сумеют решить все спорные вопросы исключительно мирным путем. Со своей стороны готов приложить усилия к поиску взаимоприемлемых решений и восстановлению взаимного доверия. Считаю возможным выработать механизм урегулирования подобных пограничных инцидентов в рамках очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова